МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность самоскладывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова. Смотрите сегодня в программе. Когда рухнет, тогда и придёте. У нас дом просто рушится. Мы скоро упадём. А если это будут жертвы? И дальше-то как? Мы не можем этот вопрос решить. Мы вызывали и полицию, и управляющую компанию. Приходили проверяющие. Везде отписки, и никто работать с этой проблемой не хочет. Дом трещит, у Кани чешется. Дети – это праздник. Мне трудно сказать, что трудно быть многодетной мамой. Скорее всего, наверное... Ой, какое подобрать слово? То есть... Сейчас, подождите, подумаю, какое слово подобрать, потому что трудно здесь не подходит совсем. Но им замечательно, вот, замечательно быть многодетной мамой. Чем живут многодетные семьи? Музыка для всех. Я благодарен слушателям. Почему? Потому что этот слушатель, он необычен. Этот слушатель – это прежде всего друзья, знакомые тех коллективов, с которыми мы сотрудничали. Большой концерт в мемориале. Когда рухнет, тогда и придете. Примерно так, но только в более мягкой, обтекаемой официальной форме. Отвечают в управляющей компании жителям дома номер 17 по улице Стасова. Несколько квартир в блоке, общий туалет, кухня и душевая. Этот дом смело можно назвать пока что живым памятником коммунальным квартирам. Приставка пока что не случайна. Постоянный потоп, гниющие перекрытия и отсутствие хоть какого-то ремонта. Несколько лет назад запустили таймер самоуничтожения жилого дома. Сколько цифр на нем сейчас и сколько их успеет смениться, не знает никто. Главное, жильцы уверены – ждать осталось не так уж и много. Стены здесь не просто осыпаются, буквально разваливаются по кирпичику. Дом просто-напросто забыли. Его не существует нигде. На сайте нашей управляющей компании Сверского района есть все документы по всем домам, которые стоят. По нашему дому в документах написано, что наш дом уже по сроку эксплуатации перестоял 5 или 6 лет. Перестоял – это еще мягко сказано. С момента постройки в начале 60-х годов капитального ремонта здесь не видели ни разу. Хотя по утверждениям жителей, в управляющей компании их заверили в том, что два года назад проводился капитальный ремонт. Правда в том, что им здесь и не пахнет. Зато довольно ощутимы ароматы плесени, сырой штукатурки и гниющего дерева. Боимся просто даже ребенку туда заходить. Мы находимся в комнате, поэтому вообще не выходим. Нам очень страшно становится. Потому что у нас, если там начнется потоп, то все. Значит, у нас полностью потолок падает. И у нас электричество начинает замыкание. Запах невыносимый идет к горе, потому что мы боимся, что не дай бог, что что-то такое произойдет страшное. Текущий же ремонт производят местные жители. Причем не для того, чтобы стало красиво и уютно, а для того, чтобы создать хоть какое-то подобие безопасности. Два месяца назад мальчишки своим силам пытались склевать в душе, в общем, стены. В общем, там снять, посмотреть, что там. Там кошмар за два месяца. Тут вот грибы у нас. У нас грибы уже, да. Мигающие лампочки, замыкающая проводка, вечно сырые стены и грибок уже не пугают. Это не самое страшное. Обрушения здесь ждут в любой момент. Если просто подпрыгнуть на третьем этаже, то, скорее всего, ниже. С одной из поверхностей отвалится кусок штукатурки. А то и кирпич может выпасть. Ой, а я боюсь. Проблема банальна. Водосток между первым и вторым этажами сгнил практически полностью. А что не сгнило, то забито мусором. В результате чего, несмотря на попытки жильцов справиться со старыми трубами, каждое открытие крана выше первого этажа, в прямом смысле слова, выливается в потоп. У нас дом просто рушится. Мы скоро упадем. А если это будут жертвы? И дальше-то как? Вот мы не можем этот вопрос решить. То есть мы вызывали и полицию, мы вызывали и управляющую компанию, приходили проверяющие. Везде отписки, и никто работать с этой проблемой не хочет абсолютно. Кухней и душевой комнатой проблемы не ограничиваются. В подъезде можно смело снимать фильмы о войне. Декорации вот они, и придумывать ничего не надо. Сырая в Рытвинах стена больше напоминает стену после артобстрела. Деревянные ступени тоже местное ноу-хау. Жители построили их взамен разрушившихся. Перекрытия между вторым и третьим этажом постоянно сырые. Из-за воды, которая поступает с четвертого, третьего и второго этажа. И это хорошо разве что только для местных крыс, которые из-за разрушающегося дерева могут свободно проникать в квартиры местных жителей. Которые, к слову, в свои квартиры не всегда попадают так легко, как четвероногие грызуны. Вот эта доска лежит. Это люди в дождливую погоду перебираются в подъезд, чтобы зайти в свои комнаты. То есть вода стоит по колено. Никакой управляющей компании ничего не надо. Мы сколько раз обращались к нам, не приезжают ни воду, не откачивать. То есть весь дом течет. Стены в подъезде падают. И никаких мер не предпринимается. Здесь живут люди с маленькими детьми. Страшно скорее от безысходности. Люди, которые ежемесячно платят за коммунальные услуги, за капитальный текущий ремонт, не должны опасаться за свою жизнь каждую минуту, проведенную в собственном доме. Страшно, что такая ситуация, больше подходящая к концу прошлого века, возможно, в 21-м столетии. Три ребенка госпитализированы в селе Алексеевка Меликесского района Ульяновской области. Предварительной причиной случившегося называется отравление угарным газом. По данным Следственного комитета, возраст детей – полтора, два и четыре года. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. К расследованию обстоятельств дела подключились работники прокуратуры Меликесского района. В связи с указанными обстоятельствами прокуратура Меликесского района Ульяновской области проверяет деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующим субъектам, требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры. Ход данной проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области. 2018 год ознаменуется президентскими выборами, которые, безусловно, касаются и ульяновцев. Отдать свой голос за кандидата 18 марта смогут совершеннолетние жители нашего региона. Однако этим днем работа сотрудников избирательной комиссии не завершится. Предстоит еще долгая работа по проверке бюллетеней и подсчет голосов. Подготовка к выборам тем временем идет полным ходом, и депутаты рассматривают вопросы и предложения, связанные с организацией легитимного процесса. Так, 31 октября в Госдуму поступил законопроект о внесении изменений в федеральный закон о выборах президента Российской Федерации. В проекте предлагается наделить общественную палату правом наблюдать за ходом избирательных кампаний. В этой связи в Ульяновской области прошла встреча между представителями палаты и избиркома. Для рядового избирателя выборы это шанс быть услышанным и сказать веское слово в решении будущего целой страны. Чтобы избирательная кампания 2018 была максимально прозрачной, в качестве наблюдателя необходимо привлечь представителей народных масс. С такой целью представители общественной палаты и избирательные комиссии региона подписали соглашение. Это будет не только участие наше совместное или в большей степени даже ваше участие в работе именно в направлении наблюдения на выборах в день голосования. Мы предварительно договорились о том, что взаимодействовать мы будем и по другим направлениям, что я имею в виду. Ну, в целом обеспечение избирательных прав наших граждан на всех этапах избирательной кампании. Организация наша не ангажирована, она не политическая, то есть члены общественных палат не являются членами политических партий. Член общественной палаты, который будет наблюдателем, он отставит интересы общества. Еще одно важное соглашение между областным избиркомом и Ассоциацией юристов России подписали представители организаций. Долгое, но неофициальное сотрудничество наконец-то получило подтверждение в письменной форме. Наше направление деятельности направлено на подготовку наблюдателей на выборах президента, в том числе организацию работы ситуационного центра и организацию работы мобильных групп, которые будут работать в день голосования. Мы проведем совместное обучение наблюдателей, которые будут представлены Ассоциацией юристов. Повышение активности граждан – важная задача, стоящая перед общественной палатой. Еще одна – это оперативно решать возникающие проблемы. Обсудили вообще их активную повестку, что их волнует на территории муниципалитетов и пришли к тому, что мы будем встречаться раз в два месяца с выездом в муниципалитет, то есть по очереди будем посещать какой-то муниципалитет и опытом обменяемся, посмотрим, как живет муниципалитет, пообщаемся обязательно с гражданами. Самое главное, мы сегодня наметили дальнейшие планы совместной работы, налаживаем горизонтальные связи с представителями общественных палат и других муниципалитетов. И, в общем-то, мы должны видеть, что внимание к общественным палатам во всех регионах серьезно улучшилось. Обсудить открывшиеся перспективы по участию в избирательной кампании члены Ульяновской общественной палаты собрались за круглым столом. Ряд подписанных соглашений не только открывает двери, но и влечет дополнительную ответственность перед обществом. В Ульяновске прошли крупномасштабные учения силовиков и экстренных служб. Отрабатывалось взаимодействие различных подразделений, однако основной целью все-таки была проверка эффективности действующей системы мер по борьбе с терроризмом на людных территориях и объектах. Учения проводились в рамках подготовки к обеспечению безопасности проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Более 500 человек отрабатывали совместное действие на натурном объекте гостиницы в самом центре Ульяновска. И хотя объявление об учениях заранее распространялось через СМИ и соцсети, для многих горожан появление колонной техники различных силовых и экстренных служб с воем сирен и включенными проблесковыми маячками оказалось неожиданным. По легенде в гостиницу поступил анонимный звонок о готовящемся теракте. Буквально тут же около входа в здание взорвался припакованный автомобиль. Взрывная волна выбила двери в холл, появились раненые и погибшие. В процессе оценки оперативной обстановки, планирования контртеррористических мер, исходя из конкретных условий, подготовки штурмовой и спасательной операций, личный состав и командное звено спецслужб смогли оценить состояние антитеррористической защищенности объектов аналогичного типа. Опыт, полученный в ходе отработки взаимодействия, пригодится для совершенствования уровня профессиональной подготовки группировки оперативного штаба Ульяновской области. При отработке различных вводных задач проводились аварийно-спасательные, оперативно-розыскные, радиоконтрразведывательные, оперативно-технические, поисковые и боевые мероприятия. Кроме того, при проведении учебной КТО отработаны различные тактические приемы и способы действий ведомств и служб при обострении оперативной обстановки. По предварительной оценке оперативного штаба Ульяновской области, цели и задачи учения достигнуты. Шахматы в школе. Этот проект стартует в 10 школах нашей области в пилотном режиме 1 января 2018 года. Ее участниками станут представители учебных заведений Ульяновска, Димитровграда и нескольких муниципальных образований. Внедрение этого проекта, считают специалисты, не просто позволит увеличить количество занимающихся шахматами. Этот вид спорта позволит вовлечь детей в спортивные секции, оторвать их от улицы и компьютеров, повысить интеллектуальный уровень. Все детали проекта «Шахматы в школе» будут представлены в начале декабря на областном шахматном фестивале, который пройдет во Дворце творчества учащихся в Ульяновске. И еще планируется, что с сентября будущего года в некоторых школах региона шахматы войдут в общеобразовательную программу. А теперь коротко о других событиях из жизни нашего региона. Около 50 нетрезвых водителей только за два дня выявили сотрудники госавтоинспекции в ходе очередного специального рейда. Причем 9 из задержанных попались под шафе повторно, и в отношении них возбуждены уголовные дела. ГИБДД напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений. За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Госавтоинспекторы призывают сообщать о нетрезвых водителях по специальной телефонной линии, номер которой 736 736, код Ульяновска 8422, или по телефонам дежурных частей ГИБДД. 25 ноября в Ленинском районе Ульяновска состоится фестиваль молочной продукции. С 7 утра и до часу дня на улице Минаева развернется сельскохозяйственная ярмарка, где горожане смогут приобрести весь спектр сельхозпродукции по доступным ценам. Для посетителей будут организованы дегустация представленного, работа социального такси, волонтеры окажут помощь в доставке покупок гражданам с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам. Помимо этого, на ярмарке будут работать консультационные площадки по социальным вопросам. «Маленькое чудо» – так называется благотворительная акция, которая проходит в Ульяновской области. Все желающие могут оказать помощь семьям с детьми до года, находящимся в трудной жизненной ситуации. «Маленькое чудо» проводится на базе областной детской клинической больницы имени Юрия Горячева до 30 ноября. Желающие могут принести в отдел медико-социальной помощи детское питание и средства личной гигиены для детей, новые игрушки и одежду. Все принимается с понедельника по пятницу с 8 утра до 16.00 в поликлинике областной детской больницы по адресу улица Радищева, 42, кабинеты номер 11 и 12. Дополнительную информацию об акции можно получить по телефону 44 12 47, код Ульяновска 8422. «Большие гастроли в Ульяновске». С 20 ноября на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова зрителей радует спектаклями театр на Литейном из Санкт-Петербурга. Для ульяновцев приготовили самые популярные постановки трупы. Это семейный портрет по пьесе Максима Горького в постановке народного артиста России Александра Кузина и отцы и сыновья по Брайану Фрилу и Ивану Тургеневу в постановке Сергея Морозова. А еще комедия «Примадонны» и мюзикл «Барышня-крестьянка» по повести Пушкина. Подробнее о гастролях, постановках и о том, чем ульяновский зритель отличается от театралов Северной столицы, нам рассказал художественный руководитель и директор театра на Литейном Сергей Анатольевич Морозов. На самом деле зритель вне Санкт-Петербурга и Москвы, он более откликающийся, он более быстро идущий на ответную реакцию. Будь то звенящая тишина или оглушительный смех, хлюпанье носом или даже порой даже комментарии какие-то во время спектакля. Но, кстати, я могу похвалить ульяновского зрителя, потому что количество звонков мобильных телефонов в Ульяновске значительно отличается в меньшую сторону от петербургского зрителя. Вот за это это действительно культура и любовь к театру, потому что питерские зрители не всегда выключают свои мобильные телефоны, иногда даже умудряются разговаривать во время спектакля. Ну, редко, но такое бывает. Подробнее о гастролях и театральных постановках Сергей Морозов расскажет в программе «Работа» в пятницу 24 ноября в 19.30 на телеканале «Репортер 73». Мамы всякие нужны, мамы всякие важны, сказал поэт. Наталья Шагаева – мастер спорта по легкой атлетике, причем мастер международного класса. Муж тоже мастер, сейчас они родители пятерых детей. Сегодня, когда рождение ребенка пугает даже людей обеспеченных, история их семьи кажется почти невероятной. Детьми они начали обзаводиться в самые сложные для России 90-е годы. И все у них получилось. Рустама и Наталью сблизил спорт. Будучи марафонцами, они часто выезжали вместе на соревнования. Поженились, у них появилась дочь. Условия для жизни тогда были не особо комфортными. Но Наталья тепло вспоминает то время. У меня первый ребенок родился в 29 лет. И я успела в своей спортивной карьере достичь многого, чего бы хотела. Мы жили в общежитии, когда у нас появилась первая девочка наша. И тут неожиданно я узнаю, что у нас будет второй ребенок. Немножко паника такая была. Муж говорит, ну ты что, не переживай, у нас же не один будет. Я говорю, ну да, ну как-то рано. Алсушке еще пять месяцев. Потом такие вопросы возникли. Думаю, куда же мы поставим вообще кровать? Комната была настолько мала, что вторую кроватку было просто некуда ставить. Рустам пообещал вбить крюк в потолок и устроить зыбку, как в старинных российских избах. Но делать этого не пришлось. Спорткомитет помог приобрести молодоженам квартиру. А потом построили свой дом. Такой, чтобы поместились все. Наталья считает, что помогла Вера. Вера, наверное, своего мужа, Вера в себя, именно помогла не обращать внимания на эти препятствия. И у нас, это может сверху дано, я не знаю. И у нас получилось, что вот дочка вторая должна была родиться. И за две недели до этого мы получаем квартиру. Дети тоже спортсмены, как и их родители. Старшая – тренер. У всех есть разряды, спортивные награды расставлены во всех комнатах. Однако спорт для детей – не единственный интерес. Дети профессионально рисуют, играют на музыкальных инструментах. Мальчишки, ставшие уже серьезными молодыми людьми, связали жизнь с авиацией. Один готовится стать военным летчиком-истребителем, второй – авиаконструктором. Дочери. Одна закончила нефтегазовый университет, получила второе образование по линии спорта, вторая – архитектор. Младший сын пока учится в школе, но мечтает тоже пойти по архитектурной стезе. А еще в числе семейных хобби – походы, баня, игры с животными. Сейчас дети не рядом, но всегда на связи, а еще в памяти. В школе во время перемены, это Эмиль, в классе организовал футбол. Это в классе, говорю, Эмиль, так же нельзя, ты что. Так, все, сын, давай, 20 раз вот это дожмись. И запомни, так больше не делаю. Она говорит, мам, а можно я 60 раз отожмусь? Еще раз что-нибудь такое сделаю. Ну, как тут не рассмеяться? Дети напоминают о себе не только по телефону. На недавний свой день рождения Наталья получала подарки весь день. Причем курьер, доставлявший их, каждый раз говорил, что они от дочки и сына, а ей приходилось угадывать от каких. Младший тоже старался побаловать маму приятными сюрпризами. Да и не только в этот день. Уезжая из дома родителей, дочь постоянно оставляет где-нибудь записку или сувенирчик, чтобы потом, после отъезда, мама неожиданно порадовалась. Главное в этой семье – гармония. Мне трудно сказать, что трудно быть многодетной мамой. Скорее всего, наверное, какое подобрать слово? То есть, сейчас подождите, подумай, какое слово подобрать, потому что трудно здесь не подходит совсем. Наверное, замечательно, вот, замечательно быть многодетной мамой. Русские народные – песни советских композиторов, а также оригинальные сочинения для Оркестра русских народных инструментов и популярная классика. Все это прозвучит в предстоящее воскресенье в Большом зале Ленинского мемориала, где свое 70-летие отметит Евгений Федоров, основатель Государственного губернского оркестра русских народных инструментов. Всех пришедших 26 ноября в Ленинский мемориал на творческий вечер Евгения Федорова встретит небольшая выставка, рассказывающая о жизни заслуженного артиста России. Родился он в Порт-Артуре в семье военного музыканта, что не могло не предопределить дальнейшего выбора профессии. Отец создавал, ну, при каждом полку был военный оркестр, и вот он руководил этими военными оркестрами. Занимался и художественной деятельностью части, и вот здесь он организовал такие музыкальные студии для детей военнослужащих. Ну, вот здесь я тоже начал обучаться музыкальной грамоте. Не просто обучаться, а окончив Казанскую консерваторию, в 1984 году в Ульяновске создает оркестр русских народных инструментов, в который сначала входили преподаватели местного музучилища и детских музыкальных школ нашего областного центра. Сейчас, к слову, в этом коллективе играет уже третье поколение народников. Предстоящий концерт будет состоять из двух отделений. В первом Евгения Федорова поздравит его друзья. Вокальный ансамбль «Илегия» и Димитровградский «Гармоника». Несколько хоров и ульяновский тенор Николай Лимаев, а также дирижер из Казани Рахим Ильясов и артист московской опереты Владимир Нефедов. Во второй части будет играть сам ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов. Я благодарен слушателям. Почему? Потому что этот слушатель, он необычен. Этот слушатель, это прежде всего друзья, знакомые тех коллективов, с которыми мы сотрудничали, это слушатель, которые в какие-то периоды своей жизни учились в нашем музыкальном училище. Юбилейный вечер Евгения Федорова состоится 26 ноября в Большом зале Ленинского мемориала. Алексей Матюнин, репортер 73. Всероссийская ярмарка снова в Ульяновске. 80 предприятий из разных регионов страны представляют интересные и качественные товары. Здесь можно найти все, от деликатесов, одежды, обуви до товаров для дома и детских игрушек. Жители 15 городов России уже стали ее посетителями и высоко оценили щедрый выбор представленных товаров. Всем ценителям качество и экзотики, а также тем, кто хочет интересно и с пользой провести выходные. Дорога на Всероссийскую ярмарку. Здесь каждый найдет себе товар по душе и не уйдет без покупки. В Ульяновский праздник покупателя проходит уже в третий раз. Мне понравилось, здесь очень курточка. Еду домой за деньгами. Перед аппетитной продукцией на прилавках и запахами, летающими в воздухе, сложно устоять. Рыба с сахали на Якутии и Камчатке. Мясные деликатесы из Белоруссии. Абхазские сырые узбекские сладости. Кировские расписные пряники и волгоградский мед. Здесь же на ярмарке можно приобрести эксклюзивные жилеты из Тамбова. Финские и немецкие куртки с климат-контролем. Оригинальные палантины с итальянским дизайном. Купила очень вкусный мед и халву натуральную. Вот, все очень понравилось, очень много разного выбора. Наверное, вернусь еще что-нибудь возьму. Арабская парфюмерия и вятские игрушки-забавы. Это и многое другое можно найти на всероссийской ярмарке. Работает она ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Заключительный день 26 ноября. Ярмарка будет открыта для посетителей до 16.00. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» Московское шоссе 90А. В прошлом выпуске программы «Экологический патруль» мы рассказали об организации, которая занимается уничтожением биологических и медицинских отходов. Разбирались и с проблемами, происходящими в этой сфере. Не все учреждения здравоохранения заключают с подобными компаниями договор. Работают по иной схеме, при которой такой мусор утилизируется как промышленный. В итоге можно предположить, что на полигоны для твердого бытового мусора попадают материалы, инфицированные жидкостями больных. Весь этот круговорот лежит на плечах медицинских учреждений, работающих вне законодательного поля и надзорных органов. Что поможет первым работать согласно нормативам, непонятно. Но вернемся к человеку. В это воскресенье, 26 ноября, расскажем о работе общественников и волонтеров в Ульяновской области. На протяжении последних лет Ульяновская область занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности российских регионов. Для этого области пришлось десятилетия назад круто развернуть вектор своего развития, сделать ставку на эффективное использование имеющегося потенциала. И если промышленные гиганты, например, автомобили из танкостроения, тянутся к областному центру, то инвесторам сферы аграрной такое соседство ни к чему. Они рассчитывают логистику и предпочитают размещать свои предприятия в глубине муниципальных образований. Российское село нуждается в современных технологиях и свежих идеях. Сельское хозяйство сегодня – удел сильных, уверенных, целеустремленных, аграриев нового времени. В субботу, 25 ноября, смотрите новый выпуск из цикла программ «Профия. Село. Территория возможностей». Всероссийская ярмарка всего 5 дней в Ульяновске. С 22 по 26 ноября осенние дни ульяновцев украсит щедрый ассортимент и теплота приема одной из лучших ярмарок страны. В павильоне у гипермаркета «Мегастрой» на московском шоссе 90А каждый сможет приобрести деликатесы на любой вкус. Рыбу ценных сортов из Якутии, из Дальнего Востока, оригинальные колбасы и мясные рулеты, восточные сладости и специи, чай, мед, спасик России. Здесь же можно утеплиться к зиме, найти красивые и полезные товары для дома. Вкусы, ароматы, колорит всей страны для вас на ярмарке. А также впервые розыгрыш бытовой техники и подарков от Всероссийской ярмарки. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшие системы очистки и подогрева воды, а также лояльные цены. Все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города. Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему. Телефон для справок 440285. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне, цветы и штучки. Карла Маркса 17, где живет красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обратившись в Ульяновский филиал паспортно-визового сервиса МВД России по адресу улица Орлова, дом 27А, корпус 1, вы получите реальную возможность оформить документы на паспорт гражданина РФ за один день. Заграничный паспорт гражданина РФ сроком действия 5 лет за 2 недели и меньше. Заграничный паспорт гражданина РФ на 10 лет в максимально короткие сроки. Второй заграничный паспорт гражданина РФ. Справки и дополнительная информация по телефону 8 84 22 58 46 39. И в завершении важная информация от Репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 30 41 73. Здесь есть все от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 30 41 73 и вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите 3w.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин